Что такое кашель? Кашель является защитной реакцией организма, направленной на высвобождение верхних дыхательных путей. Как правило, кашель делится на двух видов – продуктивный и непродуктивный. Продуктивный кашель называется кашель, который сопровождается охлаждением мокроты. Непродуктивный – это сухой кашель. Сухой кашель возникает при заболеваниях верхних дыхательных путей – это синуситы, фарингиты, ларингиты. Кашель продуктивный возникает при воспоединении нижних дыхательных путей – это заболевания бронхиты, пневмонии, бронхотерическая болезнь, туберкулез легких. Каков кашель при бронхите? Бронхит – это воспалительное заболевание слизистой оболочки бронхов. Сопровождается чаще всего в дебюте заболевание сухим кашлем, когда идет воспаление. В земле развивается отек слизистой бронхов и кашель становится продуктивным, то есть идет отделение слизистой мокроты. Брахиальная астма – это хроническое заболевание слизистой оболочки бронхов, которое сопровождается также кашлем, но с отделением мокроты. Но мокрота имеет более стекловидный, прозрачный характер. Также она проявляется приступообразным кашлем, сопровождается одышкой и возникает приступ лыдущие. Причины амбрахиальной астмы могут быть разнообразны, в частности, как чаще возникает аллергические реакции, частые воспалительные заболевания бронхов. Пневмония – это является воспалительным заболеванием уже лигочной ткани. Проявляется в начале дебюта, а также заболевание пройдет в сухой кашель, который переходит в кашлем с отделением мокроты, но уже более гнойного характера. Также присоединяется эта боль в грудной клетке при кашле. Может быть отмечаться одышка. Также повышение температуры тела до суфибрильных, также может быть повышение до 40 градусов. Идет также симптомная интоксикация, то есть это потливость, озноб, слабость, быстрая утомляемость. Да, конечно, кашель при туберкулезе более хронический, длительный, протекающий более двух недель. Двух недель сухой, такой надсадный, может быть сопровождаться болями в грудной клетке. Также может возникать одышка, снижение массы тела, опотливость, чаще всего в ночное время. Самым настораженным фактором является, если в мокроте начинаются появляться прожилки крови, что является очень важным симптомом, что следует обратиться к врачу. Кашля прибыльных, кашля прибыльных аэктотической болезни. Врача прибыльных аэктотическая болезни, это также хроническое заболевание, низкое воспаление слизистой оболочки бронхов, но сопровождающийся грыжевым выпячиванием бронхиального герия, что провоцирует кашель с отделением большого количества мокроты и как чаще приступ, то есть сопровождая сначала сухим длительным кашлем и резким отделением большого количества мокроты. Мокрота может быть темного цвета, даже гнойного, даже немного зловонного характера. Так, флорингит – это воспалительное заболевание глотки. Чаще проявляется это сначала в дебюте идет першение, то есть чуть-чуть дискомфорта в горле, который перестает в сухой продолжительный кашель и без отделения мокроты. Флорингит – это воспалительное заболевание гортани, которое также сопровождается сухим кашлем, надсадным, частным, очень-очень беспокоящим. Главным проявлением флорингита является лающий такой кашель, то есть он является характерным и таких пациентов можно увидеть даже издалека, то есть по этому такому лающему кашлю. Также может сопровождаться шумным дыханием, хрипом, возникновением хрипов. Ложный круг – это патологическое состояние, которое развивается вследствие воспаления гортани, также вследствие отека сужения. Также идет сухой кашель, как при ларингите, но добавочно к этому проявляется одышка. А дышка носит отчасти такой характер, что затрудняется вдох, то есть выдох остается нормальным, а затруднение именно вдохом. Как чаще всего ложный круг развивается у детей. Синусиль – это воспалительное заболевание пазух носа. Кашель здесь больше не имеется как вторичный, так что вследствие того, что воспалительная слизь, которая идет вследствие воспаления, стекает по задней стенке глотки и вызывает раздражение рецепторов кашлевых, и идет сухой кашель, правило, без отделения накротости, чаще всего. То есть по мере выздоровления, то есть уменьшения воспаления в пазух носа кашель проходит. Кашель также может быть причиной не только воспалительных заболеваний верхних и нервных дыхательных путей, также и других систем. В таких частности, как сердечно-сосудистая система, вследствие сердечной досточности может развиваться застой в легких, и это может провоцировать сухой кашель. Также может быть это побочным действием от других, от сердечных препаратов, таких как, например, ингибиторы АПФ, также сердечные гликозиды. И методом для излечения является отменный препарат. При болезнях желудочного челюстного тракта. Это возникает связь из запроса желудочного содержимого в пищевод, это может возникать при эзофагитах, то есть воспалении пищевода, рефлюксной болезни, когда идет несостоятельность и слабость сфинктеров, которые находятся между пищеводом и желудком. Возникает кашель и при неврологических расстройствах, это чаще всего возникает при частых стрессах, переутомлениях. Первым является употребление назначения противокашлевых препаратов при наличии влажного кашля. То есть мокрот искапливается и необходимо выделять, а при назначении противокашлевых препаратов, то есть вы подавляете и оставляете эту мокроту в легке. Вторым является назначение отхаркивающих препаратов при сухом кашле. То есть вы стимулируете кашель, но так как мокроты нет, то это идет нагрузка на бронхи и является нежелательным эффектом. Лучше назначать муколитики, то есть препараты, которые разжиграют мокроту, и затем уже назначать отхаркивающие. Следующей ошибкой является это назначение физиопроцедур, такие как прогревание в самом дебюте заболевания. То есть этот метод лечения можно использовать, но больше, когда идет заболевание, уже исход заболевания. Как в дебюте вы усиливаете воспаление. Самым первым является это обильное питье, то есть обильное большое количество питье, это не минимум 2-3 литра выпивать в сутки, щелочное питье, чтобы разжижать мокроту. Также это можно применять ингаляцией, ингаляцией через аппарат Нибулайзер, ингаляцией на физрастворе с добавлением амбробени, лазована, что разжижает мокроту и симулирует ее отхождение. Также можно использовать народные средства, такие как сборы трав, мед, которые также улажняют и смягчают кашель. Возможно также использовать леденцов, которые очень много, большого количества в аптеках, которые на основе трав, ментола, они смягчают и улажняют кашель. Если идет постоянное скопление слизи в ротоглотке, стоит ли об этом беспокоиться? Вообще является это в норме, то есть выделение слизи в ротоглотке, это является нормальным состоянием человека. В небольшом количестве человек не замечает и сглатывает эту слизь. И по этим поводам особенного леденцов и спокойствия нет. Но настраивающий фактор может быть, если это выделение идет постоянно и достаточно в большом объеме, что вызывает дискомфорт, чувство комка и першение в горле. Тогда стоит обратиться и пройти более подробное обследование. Постоянное скапливание слизи в ротоглотке носит определенное даже название. Это называется постназарный синдром. Причины постназарного синдрома могут быть различные. В частности, это могут быть острые хронические воспаления верхних дыхательных путей, так как синуситы, фарингиты, трахеиты. Также воспаления нижних дыхательных путей это бронхиты, пневмонии, бронхиолиты. Также могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, к чему мы говорили ранее. Это заброс желчи, также может и желудочного содержимого в пищевое. Также может провоцировать скопление слизистой ротоглотки. Также это могут быть аллергические реакции. Следствие, когда постоянно идет контакт с аллергеном, идет постоянно продукция слизистой, что вызывает те самые симптомы. Также может быть и причинами быть это искривление носовой трегородки, возникновение аденоидов носовой полости. Причинами постназарного синдрома также могут быть вредные привычки, такие как курение, потребление более неправильное питание. Как решить проблему скопления слизистой ротоглотки? Самым первым очередным надо выяснить причину возникновения этого симптома. Возможно, это определенные заболевания, допустим, если это воспаление верхних дыхательных путей, это лечение их у терапевта, а также лечение у лур-врача. Если идет воспаление в нижних дыхательных путей, также это лечение у терапевта, возможно, лечение у пульмонолога. Если идет аллергическая реакция, то в первую очередь надо прекратить контакт с аллергеном, вызывающим это. Как правило, может быть, это пыль, может быть, шерсть животных и другие аллергены. И если необходимость будет, и не будет отсутствия эффектов, то обратиться к аллергологу. Касательно вредных привычек надо развести здоровый образ жизни, отказ от курения, отказ от употребления алкоголя, перейти на правильное питание. Также может быть причиной быть экологическая обстановка, то есть загрязненная окружающая среда, может быть, это промышленная зона, загазованность, возможно, смена места проживания, места пребывания. В заключении можно сказать, что в первую очередь, если идет скопление, это надо выявить причину, то есть обратиться к специалисту. В первую очередь это терапевт, врач в окно-участке, далее это уйдет уже лор-врач, может быть, аллерголог, гастроэнтеролог, и также не заниматься самым день.